Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. У меня сегодня очень необычное настроение, сейчас я с вами поделюсь, что же происходит. Значит, я уже говорил ранее о том, что в воскресенье у меня произошла неприятность с ноутбуком, которая на данный момент до сих пор еще не решена. Собственно, из-за этого видео выходит позже намного, потому что тот ноутбук, на котором происходил монтаж и рендер, для того, чтобы закончить видео, он не вытягивает, собственно, сейчас ту задачу с рендером, выполнять старый ноутбук, который не предназначен для подобных задач. Он это делает, но он это делает с огромным трудом, и все это занимает намного больше времени, чем должно. Ну, то есть, примерно, чтобы вы понимали, обычный рендер ролика уходит. После того, как ты закончил монтаж, ролик нужно прорендерить, без этого никак не произойдет чудо, я не смогу его получить как целостное видео, чтобы потом загрузить. Так вот, раньше это все занимало примерно 20-30 минут максимум, в зависимости от того, насколько длинный ролик. Сейчас это все занимает 3 часа, а то и больше, понимаете, да? То есть, из-за этого получается, что ролики выходят позже, чем обычно. Многие пишут, шутят, мол, а почему не в 3 часа ночи, друзья? Но вот так вот, я ничего не могу с этим поделать. В понедельник был заказан ноутбук, обещали привезти его только в четверг. Я был возмущен, почему так долго? В итоге четверг настал, его не привезли, сегодня пятница, и я не знаю, привезут его или нет. В общем, я тут всю неделю в таких не очень самых комфортных условиях работаю, поэтому надеюсь на ваше понимание и, конечно же, поддержку в виде лайков, подписок, комментариев и так далее. Ну и как минимум, не пишите мне о том, что почему так долго. Я уже объяснял почему, потому что вот так вот. Это не от меня зависит, потому что техника иногда подводит, такое бывает. Мне это самому все не нравится, еще и кошка моя, понимаете, в последнее время. Так много есть стало, что я начинаю переживать, она скоро, мне кажется, превратится в мини-пига какого-то. Я ее отправлю в передачу «Взваженный-то счастливый». Ну это в переводе на русский «Взвешенный и счастливый». Вы знаете, есть такой проект, куда приходят люди, чтобы походить. Вот скоро, мне кажется, кошку пора туда отправлять. Она у меня вообще такая дама интересная. Значит, я вчера пошел вечером в душ, она приходит ко мне где-то минут через пять, пока я был в душе. Открыла дверь, стоит что-то мне рассказывает и говорю, ну что, что такое, зачем ты дверь открыла? Холодно же. Она, кажется, за это время, пока я был в душе, успела уже все опять съесть. Я ей буквально перед тем, как пошел мыться, насыпал полную тарелку еды. Она уже все съела, поделала свои все дела и маленькие, и большие. Так, для уточнения, у нее два лотка, потому что она не любит ходить в один лоток и делать все свои дела одновременно. Поэтому у нее, знаете, как у людей раздельное питание, так у моей кошки раздельный поход по нужде. Она сделала маленькие, большие свои дела, все съела и пришла мне в ванну об этом сообщить. Я говорю, блин, когда ты успеваешь? Только прожора такая, это капец просто. Ну это, наверное, из-за того, что вот последние дни очень холодно, но она прям так поправилась очень хорошо. В общем, с аппетитом у нее все в порядке, что очень радует. Вообще, она у меня такая разговорчивая дама, и всегда, вот всегда она приходит ко мне рассказать, что пора ей поменять лоток, обязательно, она никогда не будет молчать. Мне кажется, эта история знакома для многих людей, у кого есть кошки и котики. Наверняка у вас так же, а может быть нет, рассказывайте, что чудят и творят ваши котики. Ну слава богу, что, кстати, вот моя кошка, в отличие от многих, она все-таки ночью спит. Поскольку я знаю, что часто котики, а у меня тоже бывает иногда устраивает вырванные годы. Ей просто скучно, она может ночью проснуться и начинает что-то прыгать там, делать. Ну бывает такое, но это крайне редко, а в основном она, конечно, у меня приличная, спит ночью. А когда она не спит ночью, я ей не даю спать днем, чтобы она потом спала ночью. В общем, вот такие вот у меня новости, поэтому настроение у меня такое, ну нормально, но что? Я понимаю, что это все как бы такие мелочи, наверняка вы мне об этом писали, но все равно, понимаете, это некомфортно в плане работы. Это я сейчас про ноутбук говорю, поэтому я очень надеюсь на ваше понимание. Поэтому, друзья, извините, что так поздно выхожу, надеюсь, что в ближайшие дни все-таки этот ноутбук таки доедет и все решится. Видео будут выходить раньше, как это было до этого. Для тех, кто в танке, я еще раз напомню о том, что на этом канале существуют тайм-коды, которые пишем под каждым видео. Друзья, открываем тайм-коды, переходим туда, куда вам интересно, если вам неинтересно слушать мое вступление. Поскольку уже сколько можно об этом писать. Спасибо огромное всем тем, кто подписался буквально вот недавно. Вы не представляете, насколько это круто. Я очень рад. Самое главное, чтобы пропорционально, знаете, с приходом людей росли просмотры. Поэтому, друзья, если вы забываете пересмотреть предыдущие ролики, обязательно пересматривайте. Для меня это очень важно. Проверьте, чтобы у вас действительно была подписка, чтобы у вас там было все нажато на колокольчик, чтобы у вас были включены оповещения, вы не пропускали мои ролики. Поскольку иногда, читая комментарии, люди говорят, что, оказывается, не приходят оповещения или пропускают какие-то ролики, не могут понять, как это произошло. Наверняка, потому что вы не включили оповещения, ну или бывают какие-то глюки на ютюбе. И такое тоже бывает. Вообще, ютюб в последнее время себя очень странно ведет. Все-таки, мне кажется, он меня обкрадывает, причем жестко. Не знаю, посмотрю на этот месяц, но мне вообще не нравится. Я не знаю, что происходит. Может быть, это нормальная процедура. Может, на этом канале кто-то меня из блогеров смотрит. Объясните мне, что происходит с монетизацией в январе месяце. Может быть, в начале каждого года это нормальная процедура, когда заработок очень сильно падает. Он как бы и до этого был не очень большой. А сейчас вообще что-то непонятное происходит. Ну да ладно, решил с вами, так скажем, поделиться, пооткровенничать о наболевшем. Я надеюсь, вы не устали это слушать. Ну а теперь мы переходим к самому выпуску новостей. Перед тем, как начнете смотреть, я обязательно вам пожелаю приятного просмотра. Но вы не забудьте поставить палец вверх, за что вам огромное спасибо. Ну что ж, приятного просмотра. И пройдемся по самым интересным новостям из мира шоу-бизнеса и не только. Начну я выпуск с очень веселого заголовка, который на этот раз достался Вере Брежневой. Друзья, заголовок писал не я, если что, поэтому ко мне никаких претензий. Ну в общем, зачитываю. Как у обычной бабы, пузо. Брежнева выставила все несовершенства фигуры на показ. Да, браво. В СМИ, конечно, умеют иногда опустить людей. И смешно, и с другой стороны думаешь, ну зачем так жестко. Да и какой там пузо у Брежневой, я не видел его. Ну а Брежневой мы еще поговорим чуть позже. А сейчас про Ани Лорак. Знаете, что я заметил? Непростые взаимоотношения у Ани Лорак с ее дочерью. В последних интервью Ани Лорак как-то завуалированно всегда рассказывает про свои взаимоотношения с дочерью Софии. И я так понял, что там не все так просто. Она, в принципе, сама сказала буквально, вот недавно я смотрел пару инт-выпусков, где она говорила, что далеко не все идеально в их отношениях к Софии, как хотелось бы. Я так понял, что девочка с характером, что в принципе неплохо, главное, чтобы только он не во вред ей был. И сейчас, видимо, у нее такой подростковый возраст, когда, знаете, вот подростки в таком возрасте всегда там бунтуют, протесты, еще что-то. В общем, самый сложный возраст, который нужно пережить. Также мои наблюдения, что девочка очень близка со своим папой. Но это часто, вот знаете, бывает, когда дочь почему-то всегда ближе к папе. Может, мне так кажется, но вот это чисто мои такие жизненные наблюдения. И, возможно, это мои предположения, я ничего не утверждаю, что, может быть, София не может простить маме развод с отцом. Из-за этого, собственно, София не может видеться часто с папой. Возможно, у нее там какие-то ревностные чувства по отношению к тому, что у него сейчас новая супруга. Возможно, она ему, скорее всего, родит ребенка. И из-за этого она очень сильно переживает. Это мои предположения. Я повторюсь, я не психиатр, не психолог. Но это так чисто житейская мудрость наталкивает на данные мысли. И, скорее всего, возможно, из-за этого у них с Аней Лорак происходят вот эти вот разлады в отношениях. В общем, трудности есть. Это факт. Но я надеюсь, что все у них наладится. И они вместе с Аней Лорак найдут выход. Все там разрулят как нужно. И никаких проблем не будет. Ну и, кстати, Аня Лорак рассказала, что она очень внимательно следит за Инстаграмом своей дочери. И как только вышло это интервью, буквально вот на днях о том, что она рассказала, что она следит в Инстаграме за Софией, тут же Инстаграм Софии исчез. Его больше нет. Я не знаю, то ли она его сама заблокировала, то ли кто это сделал. Понятия не имею. Но вот такая вот странная случайность или совпадение. Но не думаю, что совпадение и не думаю, что случайность. Что думаете, друзья? Комментируйте. Вообще, я заметил, что талантливым людям как-то не везет в жизни. Вот Аня Лорак талантлива, талантлива. Как бы там кто к ней не относился, мы не будем сейчас брать какую-то человеческую, там какую-то жизненную позицию. Только про талант, талантлива. Вот с мужиками и не везет. Родители там тоже отличились. Не хочу это все вспоминать. Тоже не самое лучшее. Сказала правду про Константина Меладзе. В итоге весь год ей доставалось так, что она, наверное, уже тысячу раз пожалела об этом. А сейчас еще и дочь. Ей устраивает вырванные годы. Вот такая вот нелегкая судьба у Ани Лорак. Но надеюсь, что они все преодолеют и справятся. Комментируйте, мы переходим дальше. На канале Алены Блин вышло новое интервью. Первое в этом году. Главным героем стала Анна Плетнева. Вы знаете, первый раз я заснул, пока смотрел интервью. Потом включил еще раз. Снова как будто прошло вот на фоне. Ничего для себя лично интересного я там не услышал. Обычно интервью такое, знаете, проходящее, ничего нового. Вот знаете, не то, что ничего нового, а не было ничего такого, на что бы я хотел обратить прям внимание. Но, что хочется сказать, что Анна Плетнева выглядит шикарно. Мне она очень нравится, симпатична. Мать троих детей и хочет еще четвертого, как она призналась в этом интервью. Если хочет, то пусть будет у нее четвертый ребенок. Она еще молода, может себе позволить. Но вот что меня удивило, это комментарии людей, которые писали о том, что она бухает, что она там чуть ли не алкоголичка. И я прям удивился, но вот, ну не знаю. Может она, конечно, и выпивает, как многие. Но чтобы прям запойная, но я такого лично по ней не вижу. Ну или такой грим, прям, который скрывает все. Ну и мне кажется, что если дама много злоупотребляет алкоголем, по ней видно. Но вот давайте возьмем для примера Волочкову и Плетневу. Но видно же по ним двум, кто из них чаще опрокидывает бокал Просека. Правда? Давайте не будем кривить душой. Ну не знаю, что думаете, друзья. Правда это или нет? Это просто злые хейтеры, которым так хочется, чтобы было. Госпожа Блиновская все никак не уймется. У нее настолько большая мания величия, что она решила поставить себя в один ряд, знаете с кем? С Эйнштейном. Ну-ну. Выкатила на очередной пост. Сейчас я вам его зачитаю. Номер один на вкладке в тренде в первые же часы. Рекорднейшее количество комментариев под видео. И первое место по просмотру. Первое. Обогнал Моргенштерна, Тату, Максим после клинической и Бузову. Как сказала мне сама Ксения Собчак, такого количества реакций, дискуссий и прочего про интервью я никогда не слышала. А надо было всего. Не бояться и плюнуть в рожу. Это интервью чуть позже будет гениальным кейсом для всей страны. Я рада, что у этой истории столько свидетелей. Я кайфанул от этого эксперимента, хоть и местами мне непросто до сих пор. Шутка ли? Сестра не положить карты рубашкой вниз, увидеть истинные лица. Ну и там дальше не особо интересно, не хочу дочитывать. В общем, как вы поняли, Елена Блиновская очень довольна тем, что она действительно... Вот знаете, что самое ужасное? Я бы даже сказал, самое печальное и ужасное. Ведь она отчасти права. Интервью никому неизвестной продавщицы свадебных платьев, как выразился Андрей Малахов. Кстати, этот пост, его она тоже выложила у себя на странице. Это ведь это интервью посмотрело 10 миллионов человек или 10 миллионов раз, не важно. Это шок, честно, я не ожидал такого. Сейчас она готовит очередной марафон. Ее реклама повсюду выскакивает. Я на какой сайт не зайду, везде выпрыгивает марафон желания от Блиновской. Вот скоро она соберет очередной стадион, на который, конечно же, прибежит огромное количество людей. Увы. И вот сейчас я начинаю думать, а сколько же Собчак она заплатила за это интервью? Или сказать правильно, за эту хорошую громкую рекламу? Потому что вот сейчас у меня реально складывается ощущение, как будто это все было спланировано. Специально сделано для того, чтобы помочь Елене Блиновской еще больше сделать такую вот рекламу. Все это, конечно, выглядит так очень убедительно, где Ксения Собчак показывает Блиновскую. Но видите, сейчас такое время, что даже плохой пиар – это отличная возможность для того, чтобы еще больше охватить аудиторию, найти себе еще больше последователей. Тех людей, которые будут ей симпатизировать, и она их нашла, как бы там ни было, к сожалению. Людям она многим нравится. У меня есть знакомые, которые от нее тоже в восторге. Я молчу, конечно, мне не хочется вступать в дискуссию по этому поводу. Это их личное дело. Вся эта шоумиха, как вы понимаете, только ей помогла. Для меня Блиновская – это, знаете, вот как шоу «Что было дальше». То самое шоу, где просто унижают, оскорбляют. В общем, как вы поняли, сейчас чем трешовее, тем больше это нравится людям. Нормальное, спокойное что-то людям не заходит. Всем нужен какой-то крик, истерика, грязь, обман. Вот, короче, грязь какая-то трешовая, тогда это будет очень популярно. Увы, но это правда. Об этом говорят просмотры. Вот и все. Поэтому у меня, конечно, отношение к Блиновской никак не поменялось. Я по-прежнему считаю, что это все воздух и вода. Не нужно это все покупать. Но люди все равно на это ведутся. И я на это никак не могу повлиять. Комментируйте, что думаете по этому поводу. Ну, еще одна марафонщица. Вот смотрю я на такой пост. Трагическое лицо этой Регины Тодоренко и просто, которая уже пробила дно. Все, что можно пробила. Утреннее настроение, грусть. Вот с таким выражением лица человек сообщает, что она, куда она там летит? В гордом одиночестве. Она направляется в Мексику. Понимаете? Девочка в бизнес-классе летит. В Мексику. Вот с таким грустным лицом. Их просит людей, чтобы ей посочувствовали. Вот честно. Сейчас прям хочется вспомнить Елену Блиновскую и проплюну в рожу. Вот правда. Примерно такие ощущения у меня сейчас вызывает Регина Тодоренко. Прямо она меня бесит жестко. Меня редко кто может так выбесить. Но вот Регина, это тот редкий случай, в который просто не могу ни смотреть, ни слушать ничего. Михаил Барышников обладает очень хорошим остроумием. Для тех, кто не знает, Михаил Барышников это не тот самый балетмейстер. А человек-дизайнер, который сейчас владеет ювелирной компанией, своим брендом. Вот у него в инстаграме, значит, проходил вопрос-ответ. Ему задают вопрос. Какой ваш любимый, внимание, порно-актер? Знаете, что он ответил? Безруков, наверное. Я просто смеялся, наверное, часа два. Да, безруков еще тот порно-актер. Или мы чего-то не знаем. Может все-таки мы чего-то не знаем и нужно поискать. Хотя мне это точно не нужно. Рената Литвинова отметила свой юбилей в компании, естественно, своих друзей. Конечно же, там была Земфира, ну а как же без нее? И напомню, исполнилось 55 лет. Кстати, хочу заметить, что она в свой день рождения выкладывала пост, что она куда-то летит в самолете. На частном джете, само собой, может себе позволить. Это не Ирина Алферова и не мы с вами. Хотя, кто знает, может на этом канале тоже меня смотрят. Люди, которые летают на частных джетах, а ну-ка признавайтесь. А то вы там сидите, может мне вообще Рената Литвинова смотрит. Сейчас у меня, по-моему, мания величия выросла. Вот что значит пересмотреть Блиновску. Видите, это работает. Так вернемся к Ренате Литвиновой. Так вот, что меня первых удивило. Она выкладывает сначала пост, что она летит в самолете. А следующий пост, она выставляет свой вот этот тест отрицательно на ту самую заразу. Из-за которой мы сейчас, ну вы поняли, да? Не хочу дальше продолжать. И вот у меня вопрос. А почему тест? Почему укольчик не сделала? Я вот вообще заметил, что огромное количество звезд, если не все, они вообще не делают этот укольчик. Тот, который нам кричат, давайте, давайте, давайте. Я сейчас не к тому, что нужно или не нужно. Просто вот сам факт, да, ситуация. Почему Рената Литвинова не сделала? Почему остальные звезды не делают? Странно, очень странно. Ну да ладно, вернемся к ее юбилею. В честь праздника именинница собрала гостей в ресторане Грейс Бристоль на Патриарше. Среди присутствующих Земфира Гоша Рубчинский и Константин Эрнст. Последний, к слову, пожелал Ренате. Всего самого хорошего, ну и так далее. Я удивлен, знаете, такой и Константин Эрнст даже был. Такая вот у них дружба. Ну а Земфира, само собой. Там еще, кстати, была Хибла. Не могу произнести ее фамилию, чтобы не выглядеть глупым. Лучше просто обойдусь именем. Оперная певица Хибла. Ну, в общем, праздник прошел. А напомню, совсем скоро, уже в феврале месяце, Земфира будет радовать всех своих поклонников. Даст не один концерт. Кстати, эту информацию слил телеграм-канал Курятник, поскольку этих видео нигде было невозможно найти, кроме как на этом телеграм-канале. Спасибо. Не знаю, как им это удается, но молодцы. Британской актрисе вручили Оскар повторно. Первую статуэтку у нее украли 30 лет назад. Хейли Миллс стала последней, кого наградили молодежным Оскаром в 1960 году. Она получила его за роль сироты в диснеевском фильме «Полианна». И вот у нее украли Оскар спустя 30 лет. Ей решили его вручить повторно. А вот это вот прекрасный лайфхак для всех знаменитостей и не только. Ловите бесплатный совет от рэпера Дрейка. И заметьте, он это не продает за деньги, а делится абсолютно бесплатно. Значит, рэпер Дрейк после того, как позанимался любовью, назовем это так, с моделями, наливает в презерватив острый соус, чтобы они не смогли использовать его материал. Сами поняли для чего, для того, чтобы потом не прийти, не сказать «Вот у меня ребенок от тебя». Вот такой он умный, хитрый, продуманный. Обнаружила эта девушка, которая пыталась оплодотворить себя использованным, собственно, воздушным шариком. Достала оттуда весь материал, но что-то пошло не так. И в итоге она сожгла себе слизистую, невменяемая. Вот что значит жадность, хитрость. Хотела быть умнее, а в итоге огребла. Теперь модель хочет подать в суд на рэпера. Сам же он отшутился по этому поводу постом в инстаграме, что он вообще не при делах. А вы знаете, я его поддерживаю. Я считаю, что это правильно. Во-первых, он молодец, что использует презервативы, поскольку это нужно всем использовать всегда. Ну и плюс еще, видите, насколько продуманы. Ну, либо с собой мог бы унести, да, весь материал. Но видите, нет, он решил пойти дальше. Соус острый подливает. Поэтому думайте. Впервые за три года церемонию вручения премии «Оскар» будет проводить ведущий. Организатор пока держит его имя в секрете, но обещает поделиться подробностями уже в ближайшее время. Церемония награждения кинопремии, напомню, состоится 27 марта. И надеюсь, что ее не перенесут. США впервые выпустили монету с изображением чернокожей женщины номиналом 25 центов. На монете изображена Майя Энджелоу, активистка и писательница. В монетном дворе США рассказали, что вдохновлялись поэзией Майи. В планах у них также до 2025 года выпустить монеты с изображениями астронавта Сали Райт, актрисы Анны Мэй Вонг, лидера индейцев Чироки, ну и там дальше по списку. Ну, в общем, вы поняли. Новая этика обязала их даже на монетах уже выставлять темнокожих людей. Ну и немного про Клаву Коку и Ольгу Бузову. Мы уже всю эту историю с вами обсуждали, как Клава выставляет Олю Бузову не в самом лучшем свете, хмельную, как говорится. Дима Билан был очень возмущен по этому поводу, записал видео, которое мы с вами уже обсудили. И вот не прошло и дня, как Клава Кока, что бы вы думали, падает, и что-то там себе ушибло ногу. Вот вам и пожалуйста, Димка Билан все-таки наслал проклятие, и они сработали. А может быть моя кукла Вуду, кто знает, я их тут делаю с утра до вечера, как только вижу, что кто-то отдыхает. Нашу жарптицу обманули на 5,5 миллионов рублей. По крайней мере, так считает сам Филипп Киркоров. Как счастливый обладатель квартиры на Арбате, площадью 615 квадратных метров, захотел ее отремонтировать и заключил договор со строителями на 32 миллиона рублей. 11 из них он оплатил авансом. Однако ремонта нет и денег тоже. Строители вернули Филиппу Бедросовичу лишь половину из уже заплаченных денег, другая же половина магически испарилась. Естественно, Киркоров обратился в суд, а возвращать его к ровно нажитой будет адвокат тот самый Александр Добровинский. Но это очень странно. Вообще, кстати, часто, я знаю, пытаются нажиться на таких богатых людей. Петр Красилов изменился до неузнаваемости. Помните такого? Актер впервые за долгое время появился на телевидении и удивил фанатов своим внешним видом. Вот его цитата, просто «Когда-то давным-давно, лет пять назад я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы опомнят меня стройным мальчиком». Да, изменился он. Немного, наверное. Когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, да? Теперь я совсем другой. Эта новость посвящается Яне Рудковской. Она же гном-я-мать. Хочется сказать, я на трепещи. Первые шаги сына Ксении Анатольевны уже произошли на льду. Как вы поняли, Ксения Собчак выкладывает вот эту вот сториз. Пишет «Первые шаги». Гном-гномыч, бойся. Она решила, как всегда, подковырнуть Яну Рудковскую, чтобы та в очередной раз как-нибудь среагировала. Но я не думаю, что ее сын прям серьезно будет заниматься фигурным катанием. Конечно, Ксения Анатольевна, как в том фильме, знаете, «Москва слезам не верит» вот эта фраза в общежитии. Эта бабушка шутит. Режиссеры Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве. Алла Ильинична пожаловалась на кашель, высокую температуру. Тест на эту заразу показал положительный результат. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое. Желаю ей скорейшего выздоровления. Что-то в этом месяце прям какой-то ужас. Все болеют и уходят. Это страшно. Певица Асти теперь будет работать с лейблом Universal Music. Напомню, буквально накануне Нового года Жар-птица подписывала с этим же лейблом контракт. Вот теперь и Асти. А ее первый трек уже вышел сегодня. Так что, друзья, слушайте и наслаждайтесь. Ну и пожелаем Асти, чтобы у нее все получилось. Латвийский композитор Райман Паус, отметивший свое 86-летие, дал интервью изданию. В нем он дал оценку того положения, в котором оказалась национальная культура. И вот его цитата. Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией не только запада, что само собой разумеется, но и востока. Вот так он коротко охарактеризовал ситуацию в области культуры, ну или проще говоря, шоу-бизнеса. Просто Латвия, провинция и не более того. Согласны вы с ним или нет? Комментируйте. Тренер Александр Жюлин отреагировал на критику в свой адрес со стороны олимпийской чемпионки Меган Дюамель. Дюамель осудила высказывание Жюлина, назвавшего уродом американского фигуриста Тимати Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Как такое может быть приемлемым? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные, отвратительные слова? Надеюсь, Международный союз конькобежцев сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец, написала та канадская фигуристка у себя в Твиттере. Александр Жюлин ответил, не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурка в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова не собираюсь. Сказал как отрезан. В общем, Александр Жюлин не очень культурно высказался в адрес того самого человека, который еще не определился под каким ему полом. Господи, да, это действительно так звучит. Он не определился, кем он будет, мужчиной или женщиной, и как к нему обращаться. Но Александр Жюлин не очень сдержал себя, высказался. И вот, собственно, из-за этого произошел очередной международный скандал в мире спорта. Уж лучше молчать, честно. Вы видите, что происходит? Попробуй скажи, тебя же и распнут. Тем более мы же с вами понимаем, что то, что можно простить в России, там прощают все. Давайте вспомним Меладзе. Все, что можно. Что бы там люди не творили, они будут все равно гениями и все закроют глаза. На Западе так не работает. Хорошо это или плохо, это уже не имеет значения. Меган Фокс и машинган Келли обручились. Меган написала, что в течение полутора лет им пришлось пройти через многое, но слава богу, этот день настал. В общем, ее жених сделал ей предложение. Все это запечатлели они, как всегда, на видео. Можете посмотреть. Давайте порадуемся. Это же прекрасно. Я люблю хорошие новости. А как вам колечко, оцените? Но принцу Эндрю все-таки придется отвечать. Ему грозит судебное разбирательство в США. Судья отказывается прекращать дело Вирджинии Робертс, обвиняющей принца в домогательствах. Поэтому все-таки впереди нас ждет еще много громких скандалов из дворца. Гуф зачем-то решил пойти в юмористы. У него это, конечно, не очень хорошо получилось. И тут только один вопрос. А зачем? Ну, принимал бы себе дальше, что ты там принимаешь. Мне кажется, вам с Айзой лучше вот общаться между собой. Вы как-то там на одном языке. В общем, послушайте, оцените. Юмор. Ну, типа, юмор Гуфа. Не знаю. Я ничего не понял. Все. Заплутала. Окончательно. Я по кругу хожу все одно и то же все леса, поля. Ну, а теперь вернемся к нашей шпагатессе и шоу «Что было дальше?». Наверняка многие уже знают, что Волочкова стала одной из гостей этой передачи замечательной, если и можно так назвать. Все это было еще накануне Нового года и вот только вчера наконец-то вышел этот выпуск. Хочу сразу сказать, что просмотры там колоссальные. Это невероятно. Тут можно им только позавидовать в хорошем смысле слова. Волочкова «Что было дальше?» Ну, во-первых, мне очень показалось, что наша шпагатесса как-то выглядела не свежо. Ну, мягко говоря, не свежо, как будто она, не знаю, не спала двое суток или что. Я уже говорил, что данное шоу, но это не совсем мое. Посмотрел я только из-за Волочкова. Это понятно, да, чтобы увидеть, что же там такое будет. Я все ждал, когда же будет смешно, но вот так и не дождался, к сожалению. Значит, шпагатесса у нас, оказывается, летает на Мальдивы как себе на дачу. Ну, так она заявила в этой передаче и окучивает пальмы Волочкова больше как-то юморила в этой передаче, чем парни, поскольку они, как всегда, в своем репертуаре перебивали базар, вокзал, орут, мат на мать и все это как-то нелепо. Настя Волочкова со своей этой историей опять вышла. Ну, вот одно и то же. То есть, это было как-то не особо весело. У меня лично это не вызывало юмора. Вы можете поделиться своими эмоциями. Возможно, вам понравилось. Я ни в коем случае не буду никого осуждать, поскольку юмор, он у каждого свой. способным передачам и никогда не остановится. Ну и просмотры, они сами говорят о себе. Там буквально за час больше миллиона просмотров. Понимаете, о таком можно только мечтать. Кто вообще смотрит эту передачу на этом канале, мне интересно, как вам. Понравился ли вам этот выпуск? Нравится ли вам вообще данный формат этого шоу? Пишите, не стесняйтесь, никто вас осуждать за это не будет. Просто я, знаете, как я не люблю вот этот базар, унижения, маты, которые не в попад. Я к мату вообще нормально отношусь. Ведь на самом деле матом нужно тоже уметь владеть. И так его точно применить, чтобы это было и не пошло, и смешно. Понимаете, это когда вот актуально. Тогда это не выглядит как-то грязно. А вот в этой передаче вот у меня как-то, знаете, кровь с ушей и юмора нет. А вот Винокур, как туда попал, вот это для меня вообще был неожиданный гость. Понимаете, вторым гостем после Волочковой в этом же выпуске был Винокур. Он что, перепутал дверь с песней Года или Голубым Огоньком? Я вообще в шоке. Я уже это не досматривал. У меня не хватило терпения, честно. Не хочу тратить свое время. Так, посмотрел, чтобы понять, что там происходит. Ничего, по сути, не изменилось, но хочу признать, шоу успешное. Об этом говорят многомиллионные просмотры. Сам выпуск мне не зашел, честно, вот не мое. Как-то парни странно шутили, но Волочкова, как всегда, в своем репертуаре. Вы знаете, ее сториз в Инстаграме с ее банщиком, типа банщиком из Минска, из Беларуси, намного веселее смотреть, чем это шоу. Вот такое у меня резюме касательно этого выпуска, а я жду ваших комментариев. Значит, послушайте Ирину Хакамаду, а потом продолжим. Встречают по одежде. Неужели это все еще актуально? Актуально? Актуально. Актуально. Я сама, когда ко мне подходит какая-нибудь девушка и просит автограф или там молодой человек, я всегда дам автограф, но если я вижу, что он одет и его образ, тот, который мне нравится, мне сразу хочется спросить, как у тебя дела? И вот, что я хочу сказать. А вот ведь права Ирина в данном случае. И меня всегда мучил этот вопрос. Почему же в наших странах все еще встречают по одежке? И самое, знаете, что грустное, что на сегодняшний день и провожают так же. Увы, уже по уму никого не провожают. Ну, в редких случаях, конечно же, да, но в основном внешний вид это максимально важно. То, что там в голове пустота, почему-то это мало кого интересует. Красивая оболочка, пустота внутри. Это не важно. Главное, выглядеть презентабельно. Что думаете, друзья, по этому поводу? Комментируйте, как у вас это в жизни происходит. Реклама от Алиэкспресса. Я даже это не хочу читать, просто посмотрите сами, что тут написано. Живи как клитор, только ради балдежа. Замечательная реклама от Алиэкспресса. Да, вы лучший. Один из моих любимых актеров, Джейсон Мумуа, разводится. Вот это, конечно, для меня был неожиданный поворот. Он со своей супругой объявили о расставании спустя 17 лет совместной жизни. Из них 5 в браке. Представляете, они 17 лет вместе, 5 официально в браке, 2 детей. Все, как обычно, в голливудских традициях опубликовали совместное заявление и сообщили всем, чтобы СМИ не гадали и не придумывали, что они расходятся. Вот так вот, к сожалению, Аквамен. Теперь у нас будет холостяк. Ну, а теперь еще раз мы вернемся к нашей жар-птице. Посмотрим, чем она там занимается на другом континенте. Значит, наша блудница колесит по штатам со своей дружной компашкой, ну и, конечно же, любимыми детьми. На аттракционе, когда они были, это было невероятно весело наблюдать, как Филипп выпучил свои глаза, орал так, что людям на заднем ряду, судя по всему, после этого аттракциона понадобится помощь психиатру. Вот такие вот были веселые покатушки и крики от Азы Бедросовны. А вот смотрю я на эти семейные фото, которые он выкладывает у себя на странице в Инстаграме, и что я вижу? Счастливая мать-кукушка, счастливые дети и остальные никому неизвестные люди тоже улыбаются и всем хорошо. И лишь только он стоит суровый, будто грустит. Это я про этого покемона бородатого, тот, который брюнет. Обратите на него внимание. Видите, на каждой фотографии он какой-то потерянный. Может, чудо-женщина его держит в плену? Не думали об этом? Ну, совсем какой-то он грустный. Ну, дай жизни на лице, хочется сказать, дядя, ну, давай. Ну, что, все улыбаются, ты такой в печали. Что думаете? Почему он такой суровый? Или это просто образ по жизни? А может, ему просто стыдно? Ну, как говорится, Аза Бедросовна в этот раз что-то подкачала. Было как-то до этого веселее. Я же говорю, все-таки, когда берешь с собой детей, сильно не разгуляешься. Нужно себя хоть как-то держать в руках. И не важно в чьих. А теперь со штатов полетим сразу на Мальдивы, где отдыхает Вера Брежнева. Значит, Верунчик тоже на Мальдивах. Отдыхает она с Екатериной Сильченко. Для тех, кто не знает, кто это. Это украинский известный дизайнер. Простите, украинская дизайнерка. Так правильно сейчас говорить, чтобы никого не оскорбить. Ну, и со своей сестрой, Катериной Галушкой, которую бросил тот самый негодяй Цикала ради молодухи. Он не только свою супругу, бывшую Катерину, бросил, он и друзей всех бросил, и страну, и все он бросил. Вот хочется мне спросить, где Константин, где Маэстро, почему они не вместе? Тоже вот в разных городах. Вера без него повсюду летает. Мне это очень странно. Я помню, что однажды, как-то давно, Константин Меладзе говорил, что он боится летать, не любит это делать. Это, конечно, хорошая рабочая отговорка на все случаи жизни, но вот мне как-то не верится. Что думаете, друзья, правда из-за того, что он не любит летать или все-таки что-то там между ними происходит? Почему Вера всегда без любимого отдыхает? Ну, или у Константина там свой отдых сейчас с кем-то где-то уютненько у камина. Так не будем фантазировать, но его. Мария Зайцева отпраздновала свой день рождения пару дней назад. Была достаточно такая скромная компания, нетипичная для таких вечеринок, как у звезд. Обычно, знаете, все так помпезно, пафосно, пир на весь мир, а здесь такая скромная семейная посиделка, что очень, кстати, приятно. В основном там были дамы, из парней только Марк Тишман и Александр Панайотов, а вот кто меня удивил в этой компании, это Нателла Крапивина. Что же их связывает? Давайте пофантазируем. Может, Нателла решила взяться за нее в качестве продюсера? Как думаете, может быть, Маша Зайцева теперь будет под крылом Нателлы Крапивина, она из нее сделает вторую лободу или даже еще круче. Конечно, сплетеного ходит вокруг ориентации и Маши Зайцевой и Нателлы Крапивиной. Мы, как говорится, свечу не держали, но кто знает, не дыма без огня. Между прочим, Маша Зайцева, это, кстати, солистка группы Две Маши, если кто-то не знает, была такая группа, по крайней мере, Две Маши, они даже в прошлом году пытались пробиться на Евровидении от России, но не получилось. Маша Зайцева очень хорошая вокалистка, голос у нее достаточно интересный такой тембр, поэтому, может быть, Нателла действительно сможет из нее сделать суперзвезду, а может быть, это просто любовь, кто знает, время покажет. Комментируйте, друзья, не стесняйтесь, пишите все, что хотите. Ну что ж, как я и говорил, вот этот вирус под названием Марафоны, он очень сильно заразный, и вот он добрался и до Украины. Олег Скрипка, украинский певец, лидер группы ВВ, вопли Ведоплясова, запускает марафон по медитации и ментальному контролю. Цена 6300 гривен. Ну, я хочу сказать, что 6300 гривен, это немало, это 200 евро. Я вам хочу сказать, такие нехилые деньги он берет за свой курс. Не знаю, что там будет и как это все, но, как видите, марафоны происходят везде, и, судя по всему, Олег Скрипка точно будет не последним в Украине, кто запустит свой марафон. Напомню, буквально недавно Тина Карель тоже как-то странно, очень намеком я об этом говорила, поэтому я больше, чем уверен, наверное, каждый публичный человек, особенно певцы из шоу-бизнеса, все запустят свои марафоны. Вот лучше бы их куда-нибудь, знаете, посадить всех на какую-то ракету и отправить куда-нибудь далеко в невесомость со своими марафонами, честное слово. А украинская певица Алёна Алёна уезжает куда-то далеко, но не на Бали, а где-то в Украине сказала, что она очень устала от профессии певицы, хочет пожить спокойной, уединённой жизнью, подумать обо всём и переосмыслить, поэтому отключится от всего мира, социального, от соцсетей, от медийности и где-то, наверное, в Карпатах снимет себе домик и будет наслаждаться, а я её понимаю, это очень круто, но пожелаем ей всего хорошего, пусть, как говорится, отдохнёт, наберётся сил и возвращается. Ну, а инстамерзость под названием Андрея Петрова развёл 17-летний парень на деньги, значит, они познакомились где-то на сайте, Андрюша его там окучивал, потратил много денег, очень много, как он пишет, там 200 или 300 тысяч рублей он на него за несколько дней потратил в надежде на то, что будет какая-то благодарность, прости господи, но вы поняли, о чём я, да? Но не сложилось, паренёк 17-летний сказал спасибо, чмокнул в щёчку, помахал ему ручкой и уехал. Андрюше это всё не понравилось, он позвонил его маме и сказал, что я на вашего сынулю потратил бабки, возвращайте теперь. Ну, а кто ему будет их возвращать, как говорится? Нужно было прописывать контракт, бери пример с Фадеева, Дробыши и всех остальных, там всё по контракту. Пока не сделаешь, ничего не получишь. Мне Андрюшку совсем не жаль. На этом новости из мира шоу-бизнеса заканчиваются и мы с вами врываемся в рубрику хороших добрых новостей, без которых мы с вами ну никак не можем. Собака пришла в полицейский участок, чтобы ей помогли найти хозяев. Вот такой гость навестил американских копов, плюс потерялся и очень хотел бы быстрее найти хозяев. Полицейские вызвали службу надзора за животным, чтобы просканировать микрочип и передать питомца владельцам. Правда, пока специалисты ехали на место, животное сбежало. Позже хозяин собаки оповестил полицию о том, что питомец самостоятельно нашёл дорогу до дома и вернулся в освоясье. Вот такая вот невероятная история, которая закончилась хэппи-эндом, а мы с вами это любим, потому что на этом канале в хороших добрых историях всегда всё заканчивается хорошо. Это просто милое видео, на котором в очередной раз панда показывает, как она очень устала. Очень устала, у неё тяжёлая жизнь, нужно поспать, поесть и снова поспать. И поиграть, конечно же. И замучать всех вокруг, кто за ней ухаживает. А это невероятная история. У этого пёсика почти миллион подписчиков в ТикТок. Броуди родила дворняжку в приюте для бездомных животных. Ему было всего 13 дней, когда мать неудачно его укусила. У Броуди деформировался череп и он ослеп на один глаз. Щенком его забрали в семью, но вернули в приют в 7-месячном возрасте. Фотографии Броуди в сети увидела новая семья. Естественно, они его себе забрали. И теперь он живёт полной жизнью. Новые хозяева берут его с собой в путешествие, много играют с ним. Ну, как вы можете заметить, у него шикарная жизнь. А самое главное, он популярный, любимый пёс. Но это всё неважно, понимаете, собаки ТикТок тут, знаете, до одного места. Несмотря ни на что, собачка нашла любящих людей, которые дарят ей свою заботу, внимание и любовь. Вот это вот самое важное. А вот эти ребята, школьники, спасли беременную женщину и её детей из пожара. Парни из Иркутской области проходили мимо частного дома и услышали крики о помощи. Ребята сразу же бросились помогать. Дверь открыть они не смогли, поэтому один из них залез в окно и приступил к эвакуации. Второй же стоял снаружи, принимал мать с детьми. Также ребята успели достать из пожара важные документы. Всё это время они действовали в плотном дыму, но не испугались и довели дело до конца. И сами не пострадали. В итоге никто не пострадал. Все спасены. А вот эти школьники настоящие герои, которых нужно знать в лицо. А это весёлое видео, на котором вы видите настоящих пингвинов. Просто скорость была увеличена для того, чтобы это было весело. Слушайте, ну прикольно. Я бы хотел побывать там, где вот эти забавные пингвины бегают. А этого щенка с самого детства приучают быть рядом с овцами. Пёс привыкает к ним, а не к нему. В будущем он будет охранять это стадо от хищников. Благодаря своему окрасу малыш похож чем-то на ягнёнка, поэтому овцы быстрее начинают принимать его за своего. Но пока он ещё крошечный, и они, так знаете, себя уверенно рядом с ним чувствуют, даже нагло, но потом он подрастёт и даст им всем, конечно, ещё повеселиться. Вот такой он будущий защитник. Приморские волонтёры борются за жизнь маленькой тигрицы. Её обнаружили с сильным обморожением хвоста и травмой челюсти. Малышке примерно 5 месяцев. Ей уже провели несколько операций. Сейчас она находится в центре реабилитации. Полосатая пациентка уже прибавила 10 килограммов. Это прекрасно. Начала играться и даже рычать на людей, что говорит о том, что она готова возвращаться в дикую природу. Сейчас идёт полное восстановление, и после чего её успешно вернут в дикую природу. Никаких зоопарков, только дикая природа, поскольку она привыкла жить там. Впервые за 50 лет дальневосточный леопард попался в фото ловушку. Этих леопардов осталось совсем мало. Но то, что этот леопард вернулся, это означает, что самая малочисленная популяция под вида леопардов, чуть более 100 особей, начала расти, что очень прекрасно. Кошек становится больше, и они возвращаются туда, где их не видели десятилетиями. Представляете? Десятилетиями их не было, но сейчас они возвращаются. Это прекрасно. Барсук помог историкам найти древние римские монеты. Во время прогулки испанский фермер обнаружил несколько вырытых монеток недалеко от норы барсука и сообщил об этом археологам. Всего на раскопках откопали 209 монет, датируемых приблизительно третьим-пятыми веками нашей эры. Историки говорят, что на сегодняшний день это самый большой клад римских монет, найденных на севере Испании. Вот так вот. Вот такие вот барсуки, понимаете? Монеты помогли найти. Хозяин нашел пса благодаря фотографии маршрутки. Хаски по кличке Бэмби убежала с дома и каким-то чудом оказался в 19 километрах от родного Челябинска. Фото маршрутки быстро разлетелось по местным пабликам. Когда хозяин облазил все челябинские группы с животными-потеряшками, мужчина начал искать информацию в соседних городах. Там он нашел фото своего смышленого пса, который чинно сидит в маршрутке среди людей. В тот момент Бэмби приютил местный житель. Хозяин нашел этого человека и смог забрать пса в родной дом. Прекрасная история, замечательный хэппи-энд, он вернулся домой. Это прекрасно и замечательно. На этой хорошей позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей. Спасибо еще раз вам всем огромное. Вы знаете, это, конечно, безумие, оно бывает иногда такое, что я даже не знаю, как это все комментируют. Вчера наткнулся на такой комментарий, зачем вы в каждом ролике благодарите людей за то, что они приходят к вам? И я думаю, а что тебе ответить вообще? Вы представляете, тут к чему уже люди начинают к тебе цепляться? Когда ты общаешься с людьми культурно, когда ты им благодарен, хочешь сказать об этом искренне, людей, некоторых это почему-то не устраивает. Я понимаю, что это 1, 2, 3 человека таких, но такие и бывают. Я знаю, что они наверняка смотрят каналы, где там истерят, кричат и желчью плюются. Я все понимаю, каждому, как говорится, свое, но моя задача на этом канале поднимать людям настроение для того, чтобы просто отвлеклись, крепко выспались и не более того. Я не хочу, чтобы вы отсюда уходили с дергающимися глазами, нервным тиком и так далее. Понимаете? Для этого есть другие блогеры, у них это неплохо получается, поэтому, если кому-то хочется острых ощущений, на ютюбе всегда есть выбор, куда можно пойти. У меня здесь такая, знаете, спокойная, душевная, такая домашняя обстановка. Это мое жизненное кредо. Я не люблю истерики, я не люблю припадков, и от меня вы этого не дождетесь, поэтому, друзья, приходите ко мне после всех этих нервотрепок, отдыхайте, получайте удовольствие, улыбайтесь и крепко спите. А люди, которые пишут подобную чушь, по-другому это не назовешь. У меня даже нет слов, честно. Ну, что я вам могу сказать? Мне вас жаль. Ну, а всем остальным благодарным зрителям я все-таки скажу еще раз огромнейшее вам всем спасибо за то, что поддерживаете меня, понимаете, что сейчас вот в данный период все пока что вот так. Не совсем как хотелось бы, но будет все нормально, я знаю. Прорвемся, все будет окей. Всем спасибо, честно. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальцы вверх, комментировать, подписывайтесь. Мы приближаемся к цифре в 100 тысяч подписчиков, я даже не заметил. Своими комментариями даже, наверное, больше меня к этому возвращаете. Я уже как-то, знаете, так махнул рукой, да будет и будет. Главное работать и не отвлекаться на это все. Так что, друзья, подписывайтесь. Я знаю, что огромное количество людей смотрит этот канал, не подписывается, не знают почему, вам же здесь хорошо, хорошо, сделайте мне хорошо и будет нам вдвойне всем хорошо. И не забывайте просматривать старые ролики, потому что некоторые выпуски, я смотрю, совсем плохо смотрят почему-то. И, конечно, сильно так не перематывайте, слушайте, я понимаю, я тайм-коды ставлю, но старайтесь смотреть хотя бы половину выпуска. Это тоже важно для продвижения, чтобы ролик максимально долго смотрелся. Все, мой Роттердам уже устал. Всем впереди прекрасных выходных, всем отдыхать, смотреть мой канал, наслаждаться каждой минутой, каждой секундой своей жизни. Я вам всем этого желаю. Ну и, конечно же, крепкого всем здоровья. До завтра. Пока-пока.